Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest и начнем пожалуй с тренировки, но я не уверен что у меня все обучились, потому что я только недавно их поставил Да ребят, вот эти вот 9, 12 и 15 к сожалению пока еще не оттренировались Так, зайдем в квесты, заберем наши гемы, у нас 346 Совсем немножко ребят осталось и конечно же заберем ревард с арены Так, 30, ничего себе ребята, мне 30 карточек пряничного домика досталось и давай посмотрим что в самом сундуке Ну что ребят, я вам скажу, 14 карточек на термина, 22 на богиню солнца, также у нас таракоша есть, храмовый пес и банши, и 27 тысяч с половиной практически у нас голды Ну что ж, давайте быстренько тогда с вами поделимся, мне дадут наверняка сотового противника, так оно и есть И мы будем с вами наверное играть в этом случае, наверное своей имбовой колодой, именно вот этой Да? Слушай, я думаю должны мы в принципе здесь разрулить эту ситуацию Правда меня немножко смущает ниндзя и служитель тьмы, который там присутствует, но я думаю мы все равно должны с вами справиться, так или иначе У меня еще есть прыгун, ребята, да, я его взял, вы помните, для чего? Так, тихо, бежит у нас БФГ-ха, да, ну естественно будем, ребята, на Ронина его брать Ать, не получилось взять, к сожалению, на Ронина, придется тогда вот так вот брать Надеюсь, рыцарь-маг у меня здесь все-таки простоит Простоял, ребята, за счет отражения он подбил их обоих Так, понятно, тут у нас ульта Ульта это хреновенько, ребята, на самом деле улитки Которые вылупляются и потом начинают удамажить Оно нам нужно? Конечно же нет Слушай, а вот этот вот парнишка меня раздражает, ну я в плане того, что это ниндзя И я думаю, что там запыхтело, запыхтело что-то А, это понятно Ну-ка, давай, перепрыгивай Ронин, господи, пока он дойдет Тысячу лет пройдет Да, ребят, когда он без истерики, он вата-вата Оу, ты, не рано ли, парниша, ты тут выпустил своих роботов? Да нет, по-моему, ребят, не рано А в самый раз И вот сейчас я чувствую, почувствую всю силу бота Слушай, я смогу ли его пробить-то для начала? Давай-ка вот с этого начнем Так, все, пошла, пошла, ребята, активация А мне-то что делать? Нет, мы его забомбим Мы его забомбим, причем без проблем И также замок уничтожили Прыгун Слушай, прикольно, но седьмое место всего лишь мне достается Ладно, ребят, я не буду сейчас тратить силы и нервы для того Погоди-ка Что это у нас тут такое? Ага Ребят, ну что, я поздравляю термин 9000 У нас получает третью звезду Конечно, будем развивать его Ну, уже такой приличный у него вид, да? А не какой-то там ржавая корыта, которая была Ну что же, это всегда приятно, когда у нас кто-то апается О, еще 5 гемов, ребят, забрали с вами И, думаю, сейчас мы в магазине посмотрим И я ничего здесь не вижу, к сожалению Так, опять квеста, да? Ну что, переходим с вами на основную сюжетную линию Сегодня будет у нас, наверное, долгая игра Потому что... Потому что у нас скоро будет новый портал И начинаем мы с фабрики роботов Так, здесь у нас, значит, толкатель и бомбер Я думаю, что вот эта команда... Да нет, даже не эта команда А вот эта вот вполне здесь должна разрулить Я больше чем даже в этом уверен Ну что там, толкатель, бомбер Ну, нам единственное, что... Кого надо вызывать? Самурая, по идее, да? Выйдет самурай А, бомбер же еще у него есть Ладно, проверим Проверим, ребята, получится ли у нас Ну, еще нужно, конечно же, нам Тигра по возможности получить Как можно быстрее Вот пока мы тут бомбимся Вот Вот это вот самое опасное, ребят Когда именно отталкивает Толкатель нашего юнита, да? Ближе к базе Ну, мы его в данный момент накрыли Причем довольно неплохо Возьмем с вами тыквоголового И... И давай еще одного самурая призовем Так, давай-ка корни запустим Так, корни запустили Но, по-моему... Да Тыквоголового мы потеряли, к сожалению Но и он потерял свою базу Так что мы, ребята, расквитались Давайте двигаться далее Я думаю, что эту карту Мы с вами быстренько довольно-то пройдем Тут прибавляется репульсор Как я понял, да? Остальное все то же самое Тот же самый толкатель Тот же самый бомбер Это все у нас остается Ну, с репульсором Нам проще справляться Именно тыквоголовым Потому что Он сам по себе ватный Так, ну что Бомбер, ладно Хорошо, пускай бомбер пока здесь летает Ребята, а мы с вами Будем копить максимальную манну Для того, чтобы В принципе, даже и дед Здесь не нужен Если честно Можно было бы, конечно Позаморачиваться, да? Вызвать деда Но Я думаю, что это Сейчас в данный момент Не актуально Видите, да? Репульсор Получает звездюлей От тыквоголового Я еще тем более Запущу корни Еще у нас и ураганчик Здесь Слушай, ну это вообще Великолепно На самом-то деле Сколько нужно, ребята? Четыре раза нужно Тыквоголовому Бомбануть В бомбера Чтобы его подбить Это слишком много Для летающего юнита Мне кажется Так, ну ладно Как поддержка Он все равно Очень-очень хорош Согласитесь Ну Давайте Так сделаем Вызываю, ребята, тигра Эй, никак у нас Нет, получилось, ребята Тыквоголовый Выжил Ну и давайте Запустим корни И деда В конце концов Уже призовем Чтобы он тут Разрулил все это дело Нам карточка Выпала на толкателя Слушай, все Тут никаких шансов Уже нету У противника Сами это прекрасно понимаете Сейчас только дедушка Пару раз ударит И я думаю, что все Раз Эть Тыквоголовый погиб Ну давай еще, дедуль Напрягись маленько Вот и все Что и требовалось Ребят, доказать Ну что же А мы переходим с вами На третью миссию Где у нас будет кто Ага Здесь у нас добавляется Молотильщик Ладно, хорошо Молотильщик и толкатель Ну и летающий, конечно же, бомбер Куда же без него Слушай, ну здесь Расслабляться уже не стоит И я думаю, что Начнем мы, наверное, с вами Самурай Да, пойдет Самурай И следом за ним Пойдет уже Рыцарь Посмотрим, ребята Как у нас тут По дамагу Ну, в принципе Самурай справляется Это уже хорошо Правда, для этого Ему приходится, ребята Бить два раза А вот мечник К сожалению Как-то вот Не тянет Не тянет он пока Эту песню Ну ты посмотри Он меня, ребята Решил сегодня Одними молотильщиками Задолбать Ладно, хорошо Давай так сделаем Почему у меня корни Возле моей Избушки Извините, меня Появились С какого вдруг Перепуха-то Так, ну молотильщик Как вы видите Ребят, слабоват У нас К атакам Такого голову Потому что, ну естественно Такие массовые взрывы Это не для него Не для его хрупкого тела Так, карточка На молотильщика Нам выпала Ладно, ребят Давайте Он, понимаешь Он не дает Ничего сделать Давайте тогда Хотя бы маленько Может манной подкопим И выпустим корни Вот так вот Корни наносят урон Конечно Но Ладно, в принципе Годится Годится Ничего против не имею Давай вот так вот Сразу же Ну понятно Молотильщик, короче Ребята, разлетается В пух и прах А вот бомбер Как назло Крепкий И тут ничего не поделаешь Ну что вы Ёлки-палки Ну минута осталась Мы не можем Ребят с вами Никуда продвинуться Меня вот это вот раздражает Если честно Толкаемся Вокруг да около Все на одном месте Нафига так делать-то Давай, погнали Ага Хотя бы вот так Вот на обменочку Ребята Мы сделали Но опять же Где мои все юниты Все юниты У меня уже Давным-давно сдохли Так, давайте вызовем Тогда, наверное, нам и Деда, да И уже будем разбираться Здесь конкретно 43 секунды Я офигею, ребят Такого я уже давно Не помню Чтобы в миссии Без босса, да Мы не могли пройти То есть фейл по времени Это фигня какая-то Полнейшая Серьезно вам говорю Так, ладно Дед, все, хорош Давай, выходим И пошли Нет, тут, ребят Бесполезно По времени все равно Не успеем Как бы я тут Не старался Как бы я тут Не пыхтел Естественно У него заметили, да Молотильщик Постоянно Выпускает Пилу свою Ну вот здесь Вот не выпустил Так, ладно Оглушение Получили с вами Еще все Как-то вовремя 6 секунд Нет, я не успею, ребят К сожалению Какой-то Вонючий Толкатель Убил мне Извините меня Босса Моего деда Слушай, ладно, ребята Я в любом случае Как сказать Вот этот отряд У нас слабенький Да Он не имбовый Он такой, знаете Средней закваски Хорошо Мы по времени Сфейлились Но я вам скажу одно Что если я сейчас Возьму свою имбу Команду Эти все Вот эти вот Олухи Толкатели Тут молотильщики Они сейчас познают Просто гнев Гнев Рея Вот что я вам хочу сказать Думать Такой деловой Да Пилит И все ему можно Да, конечно Получи корни И я еще раз Ребят Сейчас вызову деда Еще вот Бомбер Меня бесит У меня вроде бы Все Вот смотрите Нормально Но Тыковголовый Отвлекается На На бомбера И бомбер Его естественно Подбивает Неужели Мы смогли пробиться И уничтожить Сейчас базу Получится у нас Да Я так понимаю Ребят Должно быть Именно так Ну давай Так уголовый Выходи Пару снарядов Сейчас запустишь Наверное Хотя дедушка Сейчас Разочек Звезданет И все Так Карточку Заберем Ну что же Прошли Но Ребят Я буду Перепроходить Потому что Мне нужно Три звезды Зачем мне Такой вариант Такой результат Так Ну где у меня Где команда Моя Вот она Вот моя команда Вот это имба Сейчас будем Здесь все Разруливать И причем Довольно быстро Без всяких Яких Без всяких Расслабонов Просто вызываем Сейчас с вами Мага Ой погоди 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 Роня Давай Ну ладно Хорошо Это был просто Обмен Дружеский Обмен Нам нужен Вот Рыцарь Маг Сейчас Мы ему Устроим Тут Карнаваль Ночку Хопа Нормуль Для начала Нормуль Ребята Только не Попади Под снаряд Замечательно Я сейчас Ребята Еще попробую Наверное На ведьму Да Накопить Хотя Можно Вот так Ульту Применить Замечательно Да Ладно Тебе Начинается Опять Свистопляска Вот этого Да Какой-то Урюк Тут Может Меня Просто Пробить Ну правильно Если он Так будет Все время Выпускать Пилу Свою Циркулярку То да У него Все получится Давай-ка Вызовем С вами Молотильщика Ой Какой Молотильщик Господи Конечно же Прыгун Все Ребят Я уже Я уже Заигрался Ну давай Господи Что тут происходит Ульта Пошла Ладно Вы хотите Сказать Что я и здесь Не пройду Своим Имбовым Отрядом Вот этих Вот Обухов Всех Да Ну Быть Такого Не может Сейчас Ребят Все будет Надо только Позвать Ведьму Надо только Позвать Ведьму И все У нас Получится Так Ведьма Давай Все Она Ребят Готова Она Сейчас Выйдет Толкатель Тут Естественно Психует Молотильщик Погибает Ну и Моя команда Продвигается Ребят Вперед Так Минус Молотильщик Так Ну что Ульта Ульта Ребят Готова Погнали Нафига Я ее Активировал Не понимаю Короче Смотрите Даже Ведьма Не успела Подойти Как мы Разнесли Ему Базу А я Говорил Что он Поплатится За все Ну что У нас Здесь Смотрим Так Щитобот Прибавляется Ага Ну С щитоботом Немножко Будет Похуже Но Единственное Ребят Хорошо Что у Него Нету Хилбота Сзади То есть Без Здесь есть прыгунок И Надеюсь У нас Все это Получится А вот И Первое Ребята Мясо Вышло И Как мы Видим Репульсор Бежит На всех Парусах Ладно Погнали Не будем Здесь Ребята И долго Ждать На разбор Полетов Давайте Наверное Еще Призовем Чумную Мышь Здесь Слушай А у Нас Кто Нибудь По Моему Здесь Нет Юнитов Которые Могут Подбивать Воздушные Цели И Это Очень Круто Так Уничтожили Бомбера И Идем Далее Я думаю Что Сейчас Призову Ведьму И Все Будет Четненько Классно Смотри Ребят Мы их Зажали А Толкатель Ну Конечно Как же У нас Про Толкателя Мы можем Забыть Он же Может Тут Всех Отталкивать Отлично Давайте Вызовем Еще С вами Прыгуна На всякий Случай Вдруг Пригодится Ну Прыгунок Давай Добивай Ему Там Базу Пожалуйста Добивай Заморозка Ну Все Ребят Тут Его Песенка Спета Сами Все Как раз Видите Сейчас Просто Мы Разберем Базу Да Мне Нравится Так Ну Что Переходим С вами По-моему На Последнюю Да Да Ребят На Последнюю И смотрим Кто Здесь Босс Ё Просто Здесь Босс Термин 9098 Уровня И Я думаю Возьму Отряд С друидкой Как вариант Да Давай Поехали Мне главное Чтобы друидка Когда выйдет Поставила Свой Тотем На урон Внутрь Этого Термина И тогда Все будет Хорошо Он будет Получать урон Причем Довольно Колоссальный А остальные В принципе Здесь Ничего сделать Против него Не смогут Если Конечно Без Отхила С отхилом Естественно Ребят Все будет Тип Топ Но у нас Друидка Вы знаете Сами Непредсказуемая Так Погоди Что-то Что-то пошло Не так По-моему Да Так Давай Молотильщик Выходи Какая-то Ерунде Десятька У нас Получается Так Вызовем С вами Паладина На всякий Случай И нужно Копить Уже В конце Концов Ребят Нам На друидку А не Теребунькаться Здесь На месте Так Толкатель Идет Ну что Ребят Я готов Наверное Призвать ее Сейчас Постараемся Так Там уже Термин Вышел Вот так Вот Там уже Ребята Вышел Термин И Начинает Отжигать Да Начинает Причем Сразу Встан Всадник На журавле Давай Быстрее Так Что Что Происходит Понятно Так Отхил Да Идет Да Ну Хорош Серьезно Что Ли Смотри Ребят Что Происходит Так Давай Давай Друидка Отходи Лучше Ты Видишь Трындец Встала Дурочка Смотрит Лыбится Блин Там ее Молотильчик Бомбит Она стоит Улыбается Ни ума Ни фантазии Офиге Ребят Да чего Тут Глупый Искусственный Интеллект Да Какой тут Интеллект Ёлки-палки Тут По написанной Программке Все шпарится Ну что Как мне Вот теперь Быть 40 секунд Ребят Ну Я честно Говоря Думал Что мы Сможем Все-таки Разрулить Эту ситуацию С помощью Друидка Но Друидка Обделалась Смотрите У него Какой Залп Офигенный Да А тут Вы просто Так Не возьмешь Согласитесь У него Там У него Здоровье Это осталось Я не знаю Кто ему Там Столько Отнял Но У него Очень мало Блин Вот если бы У нас Был бы Прыгун Прыгунок Именно за ним Поспевал И было бы Все прикольно А так Он просто Расстреливает Эх Кто-то из подписчиков Сказал Рэй Возьми Этого термина Я бы с удовольствием Взял Ребята Если бы он у меня Хотя бы был на 4 звезды Я пока не вижу смысла Трехзвездочного брать Причем еще его надо Прокачать До 90 уровня Как минимум Тогда может быть Да Может быть И возьмем Но не сейчас Короче ребят Тут у нас фейл Я думаю что можно ускоряться Потому что мы так и будем Туда сюда бегать Друг другу Люлей давать А результата от этого Никакого не будет Вот я вызвал еще друидку Посмотрим Что у нас получится Ну давай Друидочка Где-то там Зависла у нас Так У него здоровья уже мало Блин Мне нужно пройти его Я сдаваться просто не хочу Ребята Деньги Лишними не бывает Да Так Ну все Только вот убили Ребятам этого термина И сразу же смотрите Прослабление какое-то идет Сейчас 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 Мы только завалим Нему базу И Будем ребят переигрывать Я возьму наверное Имбовый свой отряд Да Там пускай будет у нас и ведьма Но Мне кажется Прыгун Ронин Вот эти все быстрые юниты Должны здесь нормально Сыграть Так Давай заберем деньги В общем все Базе хана И тотем Вот она только сейчас Поставила Тотем на урон Почему-то когда Мы дрались против термина Такого тотема я даже И рядышком не видел Ну что ребята Давайте наверное Переигрывать И возьмем Где же наш Любимый отряд Вот Вот им Ну что же В бой В бой идут одни Старики Так у нас по-моему Говорилось раньше Ну что давайте Накопим себе Энергией Маленечко Да Ведьма Со своими зомби Ну не знаю Этот термин Просто уничтожитель Какой-то всего живого И не живого Кстати тоже Ползут Да ползунки значит Ладно ребят давайте Будем сейчас потихоньку разбирать Так вызовем Ронина Ну Ронин как всегда У нас не спешит Когда нужно Он никогда ребят не спешит Всегда на расслабоне Но Единственное что мне здесь нравится Это наша ребята ульта Она очень мощная здесь Я думаю что многие с этим согласятся Тем более если вылетит красный луч Красный луч это вообще великолепно на самом деле Так смотри-ка 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 Что происходит у меня На Недолго конечно бомбил Ну что будем приступать Наверное к вызову ведьмы Как думаете Ай зачем я Я не то ребят нажал немножко Ладно хорошо фиксим Давай еще немножко Прыгун давай там Не дрейф Так у нас ребята О луч Луч красный Все Сдулся ребята Сдулся этот термин Девять тысяч Мы его быстренько растеребунили Именно красным лучом Плюс еще там ураганчик прилетел Да И все у нас пошло Как нужно Ну а теперь просто идем И разбираем в конце концов В базу Он меня уже достал здесь на самом деле На Толкатель Минус толкатель Так ведьма идет Потихонечку подкрадывается Мы применяем опять же ульту с вами Прыгун у меня психанул Как видите И все великолепно Да ребята Разбираем ему базу Я же говорил Отряд имба Против него лучше не лезть Эх Дайте мне пожалуйста Наш сундучок робота И посмотреть Что тут нам выпадет Ну ребята Это вообще какая-то кислятина 10 карточек на Робота с ракетой И 11 карточек на Репульсора Единственное что Деньги меня радуют И все Так ребята Здесь нам достается Вот толковая карточка Только наверное одна Это богиня солнца И все Остальное Так себе Шифпотреб Ну что ребята 95 портал Буквально Так В завершен стране Буквально еще немножко Ребята И будет сотый А я думаю что на сотом Все это будет Наверное последний Скорее всего Портал Может быть и дальше Я еще не знаю Ну что здесь у нас Как мы видим 98 улитка И 97 бородавочник Я даже не знаю Стоит ли нам этим отрядом Играть Или же Немножечко Порулить вот этим Слушай Так подожди Улитка у нас Быстро вылетает Да Очень быстро Поэтому наверное Все таки Все таки Вот этим отрядом Почему именно этим Ребят Ну сотого уровня У нас Этот Щитобот Он может как бы Придержать эту улитку А он естественно Ее будет выпускать Он ее выпускает Сразу же первое Но не забываем Ребят Что здесь Бородавочник Так Смотрите Два удара смело Он выдерживает Щитобот я имею ввиду Да То есть это хорошо Ага Началось В России утро Ну а как же Как же без бородавочника Без бородавочника Ребят Никак Мы его еще и оглушили Ай Неудачно маленько Получится Но мы его распилили Так Ладно В общем силы Мы уже с вами накопили И можем спокойно Сюда идти И бомбить ему базу Да чтоб тебя Бородавочник Ты достал Хорошо что у меня Всадник на журавле Имеет Недосягаемость Для этого бородавочника И кстати Для улитки тоже Я правда не знаю Если улитка Например взрывается И вот от нее взрыв Вот этот остается Да Ударная волна Она может убить Всадника на журавле Или же нет Вот единственное Что я хочу узнать И все Да ладно тебе Бородавочник Все Можешь сдуваться здесь Потому что Мы тебя победили Мы победили базу Ребят Ну что же Продолжаем нашу эпопею Давайте Так Улитка Жаба с пушкой У нас здесь будет Да И бородавочник Это все ребята 99 уровня Кроме Жабы с пушкой Слушай А если мы вот этот Вот отряд возьмем Вот этот вот В принципе Можно же Да попробовать Он довольно неплохой По идее Должен быть Если мы сейчас С вами будем Применять Мечника Нет Я лучше самурай Самурай мне кажется Как-то будет поэффективнее В этой ситуации Давай поехали И не забываем Что самурай Может впасть В истерику Да Махая своим Вот этим клинком И не давая Врагу пройти Вот Вот ребят Вам и результат Его истерики Так А вот теперь уже Надо скорее всего Ребят Нам вызывать Тыквоголову Потому что там Жаба с пушкой Нам нужно ее будет Бомбануть Желательно быстрее Так Понеслась Родная Так Бородавчик пока Ничего не может сделать Тут ребят Замедление Улитка естественно Тоже там погибла Так Давайте копить Быстренько манну Пока есть такая возможность Самурай Не падай так рано Слушай Смотри Тыквоголовый Довольно быстро Расправляется С жабой С пушкой Да Практически моментально Ему достаточно было Два выстрела Ага Вот это рискованно Так делать Давайте ребята Еще применим С вами корни Пускай они тут Замедляет всех Ну а мы в этот момент Будем расстреливать ему базу Шик и блеск Тут по другому не назвать Все Пиши пропало Родной мой Да ладно тебе Там уже толкаться то Эй Тихо Не Как говорится Ребята Он не сдается Все Тут его даже Никто спрашивать не стал Ну что Очередная наша победа И мы Сразу двигаемся С вами на третью Ребята Миссию Здесь у нас кто Здесь Воблер Слушайте Но воблер В принципе Ребята Тоже ватный Против тыквоголового То есть Он там будет стоять Своими этими Катанами Махать Да А мы будем Его просто Напросто расстреливать Улитки здесь По моему нету Да Так что Давайте-ка Потихонечку Не спеша Не дыша Будем здесь действовать Пилон Ёлки-палки Что это за фигня Там плавает Так Ребят Я совсем забыл Тут же Бородавочник А я сижу Тут на расслабоне Так Что нам нужно Нам нужно Ребята Призывать уже Призывать уже Тыквоголова Да-да-да Так Тихо Корни врубим Чтоб он постоял Здесь В замедлении Так Давайте вызовем Наверное С вами Тигра Так Подожди Подожди Блин Тыквоголова Ты слишком близко Блин Слишком близко Ты подошел Парень Вау Только голова Отлетела от него Да-да-да-да-да-да-да Вот так вот бывает Ладно Давайте еще Наверное Одного Самурая И еще Одного Мечника Так Посмотрим Вот-вот Хорошо Что он Ребята Впал в истерику Самураюшка Это очень Для меня Выгодно Так У нас Ускорение Слушай Ну по идее Тогда мы ему Базу Сейчас и Снесем Давай Отлично Спасибо За карточку Ну что же Ребята Довольно Неплохо И быстро Мы здесь С вами Справились Переходим На четвертую миссию. Так, тут прибавляется жаба с молотом. Ай, у меня энергии здесь нету, господи. Что будем делать? Вот этот, да, отряд будем брать. Давайте, ребята, этот. Потому что здесь у нас щитобот. В купе вместе он с молотильщиком будет хорошая комба. И к тому же у нас будет как бы защита. Вот именно от этой противной улитки. Смертницы. Так, мы выдерживаем, ребята, удар. Так, выходит жаба с молотом. Ну, против него, конечно, нам лучше выставлять паладина. Это однозначно. Так, паладин еще пошел потихоньку. И давайте, наверное, тогда еще и молотильщик сюда призовем. Для пущего дамага, да? Кто там кряхтит? Еще, да? Еще одна жаба. На самом деле, что-то не похожая вот эта вот фигня на жабу, если честно. Если присмотреться. Не похоже. Похоже на какого-то, я не знаю, там, демона. Ну, пришельцы. Ну, не на жабу уж точно. Жаба с молотом. Хотя у них у всех практически одно и то же лицо. Изяномия, похоже. Так, бородавочник явился, не запалился. Ладно, хорошо, фиксим. Мне нужно накопить, ребята, на друидку. И друидка уже будет тут разруить. Понятное дело. Так, ульту применим, давай, наверное. И вызовем. Ну, все. Теперь можно расслабляться и смотреть, как мы здесь, ребят, с вами можем победить. Так, давай. Паладин там вешает щиты. Это хорошо. Так. Жабу с пушкой порвали. Друидка идет. Потихоньку, потихоньку она идет. Я вот не вижу. Где у нее, ребят, вторая рука, а? У друидки. Заплащем, что ли, там? Наверное, заплащем. Но будем представлять, что там именно. Вот и все. Только друидка вышла и побед за нами, ребята. Переходим на последнюю миссию и смотрим, кто здесь. Ага, смотрители. Смотритель. Мы, наверное, будем... Давай вот этот вот возьмем с вами отряд. Он у нас еще пока ни разу не играл. И я думаю, что пора им немножечко порулить. Вызовем, наверное, для начала голема, да? Потому что там, по-моему, улитка есть. Нет, он вылезал жабу с молотом. Причем, да, согласитесь, вот это вот не молот. Больше похоже на какую-то пушку, чем на молот. Ну ладно, это я уже придираюсь. Просто когда долго играешь в одну и ту же игру, начинаешь замечать какие-то нюансы. Так, ладно. Еще... Ага. Ну, в этом случае нам придется, ребята, вызывать баллисту тогда, потому что он там, он... Идет в воблер. Вот так вот еще сделаем. Так, баллиста идет. Фаербольчик. Джаггернаута. Кто здесь? Босс-смотритель. Все, я вспомнил. Здесь у нас босс-смотритель, поэтому нам нужно, ребят, 500 маны для того, чтобы вызвать нашего жнеца. А, он уже его вызвал. Своего босса. У-у-у. Мои там побежали, бедненькие. Растерялись. По щелям, по углам размешались. Но я думаю, что ему все равно почему-то конец, ребят. Вот что-то вот предчувствую я. Так, Джаггернаут, отвали. Двоих, что ли, сразу же? А ты не оборзил ли, а? Фраерок. Ну-ка, давай, ребят, его... Да ладно! Он жнеца взял! Ребята, вот это... Вот это финиш. Прикинь, он жнеца... А, все, жнец отошел, да, кажется? Проснулся! Блин, ну это фигня какая-то, ребят. Да опять он его захватил, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А почему он захватывает им... Ну, жнец, забомбанит ему! Все, отлично. Погнали. Погнали, у нас мало времени. Ребят, 40 секунд на все про все. Куда? Ай, очень быстро, ребята, время против нас идет. Очень быстро. Боюсь, не успеем мы все равно. Но я просто не ожидал, что... Как вам сказать? Что жнец будет... Не жнец, точнее, а этот... Смотрите, будет так выеживаться. Вот серьезно вам говорю. Обычно он ватоватный. Я не помню, чтобы мы вот так вот как-то фейлились или еще что-то вроде. А тут ты посмотри-ка. Вышел он. Жнеца начал у меня хапать. Вообще совсем припух уже. Ребят, 7 секунд вряд ли, конечно, получится, да, у нас вот забомбить. Нет, нифига, не выйдет. Блин! Да чтоб тебя! Ладно, ребята, на этом отряде у нас очень много энергии, поэтому давайте переигрывать. Ускоряемся. Базу мы, конечно, уже развратили. Но победа у нас нечистая, поэтому я переиграю. Да, насчет жнеца-то, конечно. Я немножко даже... Немножко в шоке от того, что он сделал. Я думал, что жнец сейчас напилит себе армию мертвецов, да, и этот олух будет там, ну, наших зомбарей хватать. А он нифига себе жнеца начал на свою сторону переманивать. Ладно, я этому ему не прощу, и будем, ребята, мстить жестоко. Поехали. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас наступит его момент славы. Так, там у нас кто, ребята? Там у нас улитка, да? Поэтому давайте вызовем, наверное, баллисту. И уже будем потихоньку здесь наводить порядки. Так, энергию отдай сюда. Вызываем, ребят, грифона, как вспомогаловку. И одного голема. И все, сейчас я буду уже призывать жнеца. Пора бы, как говорится, уже. Пора бы. Так, фаербол я приберегу на дорожку. Мне нужна, ребята, армия. Армия зомби. Где-то лучше бы справиться с этим никчемным смотрителем. Ага, он сразу же вы... Вот смотрите, ребята, парадокс. Вот как только я вызываю, да, своего босса, он сразу же начинает вызывать своего. На тебе фаерболом в репу. Все? Сдулся, сосунок? А я предупреждал, что со мной шутить не стоит. Думает, в первый раз выиграл, так все, теперь можно во второй. Нет, ничего подобного. Просто, ребята, расколбас. Жесточайший сейчас будет расколбас. Я пройду этот уровень, во что бы то ни стало. Я его уже прошел. Все. Отличненько. Мне нравится. Так, забираем наш реверт. Это у нас захватчики, да? Сундух захватчиков. Ну и что нам здесь выпадет? Так, охламон летающий, 12 карточек на лорда пустоты и 12 тысяч голды. Ну что, меня это устраивает, ребята, и мы с вами двигаемся на нефритовую долину, где нас встречает самурай сотового уровня и терракотовый воин девяносто восьмого. Ладно, команду я менять не буду. Эта команда довольно неплохо рулит. И давайте, ребята, действовать. Действовать, как говорится, наверняка. Баллисты у нас здесь есть, это очень хорошо, потому что мы будем... Тихо, погоди. 250 маны я успею накопить хоть? Эй! Эй-эй-эй, успел, ребят. Я уже думал, сейчас как звезда нет по базе, мне своим вонючим маленьким мечиком, и все. Но, слава богу, обошлось, и давайте разруливать уже здесь. Так, нужно, наверное, 325 нам маны накопить, да, для того, чтобы вызвать грифу. Ну, а грифа уже начнет здесь потихоньку веселиться. Хотя можно было и баллисту, ребят, призывать. Ладно, давайте так сделаем. И уже будем, наверное, баллисту призывать. Ну, все-таки, ребята, это первый уровень, здесь особо париться не стоит. Хотя, опять же, повторю, не всегда есть такие уровни, да, где... Например, уровень с Рониным. Где хочешь, не хочешь, а придется стрематься. Выйдет он там в истерике, не выйдет. Да, в основном только вот в этом плане. Так, ну что? Что, мои ребята, скисли? Давайте, бомбите, бомбите. У нас все впереди, как говорится. А у него уже все позади, потому что он проиграл. Он еще об этом не знает, но он уже... Да, ребята, сдулся. Ну что же, мы с вами продвигаемся далее. Так, у нас второй этап. И здесь прибавляется всадник на журавле. Всадник на журавле тоже для нас ерунда, если у нас будет в кармане, ребята, баллиста. Конечно. Хотя и грифон тоже, наверное, я думаю, может справиться вполне. Никаких проблем там нету. А он сейчас, кстати, по-моему, с него и начнет, да? Нет, он начинает с самурая. Мы тогда вызываем с вами... Да, вот у него та самая схема, ребята. Он вызывает самурая, а следом именно всадник на журавле. Поэтому вызываем нашу баллисту. Вот так вот. Я могу даже рискнуть и призвать грифу. Вот так вот. О, замечательно. Так, следующим идет опять, ребята, у нас Джаггернаут. Давай-ка этого бомбанем маленечко. Крепкий, согласитесь. Очень крепкий. Я вот не знаю, у него, по-моему, последняя стадия прокачки, да, идет? В данный момент. Он, по-моему, на 5 звезд, да? Там какого-то почти сотого уровня. Ну, тут что-то как-то легко все на самом деле. Я думал, будет немножко похуже. Нет. Нет, смотрите-ка, все, изи. Сейчас у меня еще и фаерболл откатится. Я бомбану туда. Если, конечно, успею. Хотя, вряд ли я успею. Но это уже не важно. Мы с вами прошли этот уровень и двигаемся дальше по накатанной. Ой, вот оно. Вот оно. Начинается наше счастье, дорогое. Это вот Джаггерна, ребята. Собственно, персона и появляется здесь. И пам-пам-пам. Что нам делать? Блин, этот отряд не хочу я брать. Вот этот возьму. Да, я возьму этот отряд только ради прыгуна. Потому что прыгун... Так, вызовершен тактик. Прыгун будет перепрыгивать этих терракошек всяких. И сзади уже убивать вудженов. Я на это надеюсь. Я думаю, что так должно все у нас выходить. Ну что, самурай, хорош, наверное, тут. Тряпичное пугало. Вышел он. Получи и распишись. Ой, подожди, ребят. Я думал, он быстрее сдохнет. Но нет. Крепчает малый. Так, а вот и охламоничи вышел. Так, ребят, не забываем. У нас есть ульта. Довольно неплохая. А вот он. Вот, ребята, и вудженчик. Поэтому нам нужно срочно вызывать нашего прыгуна. Ну, прыгунок. Разберись с ним. Я не пойму. Вот что он делает, ребят? Он бомбит, в то же время не бомбит. Так, да хорош ты уже махать-то. Успокойся. Так, ребят, еще одного прыгуна вызову. На всякий случай. Там, мало ли, какие-то косяки будут. Нет. Уже, наверное, никаких косяков здесь не будет. Потому что мы ему базу сейчас просто разбомбим. Ну, конечно, конечно же, этому самурайу нужно упасть в истерику. Перед самым проигрышем. Тактика лопуха называется. Так, ребят, смотрите. А здесь нет у нас никакого вуджена. Поэтому я сразу переключаюсь на другую команду. На которой есть у нас энергия. Так, здесь не жаба, а черепаха. Тут черепаха. Давай вот этим отрядом попробуем пройти. Надеюсь, вуджен нас... Ой, вуджен, да что же ты будешь делать-то? Надеюсь, ты к уголовой меня здесь не подведет. И я надеюсь, что тигр будет выпускать свою душу. Во время своей смерти. Ну, что там затишье-то такое? Что там... Что он думает? Угу. Вот он, значит, как начал, да? Ладно, пока этот навозник дойдет, мы, наверное, с вами... Ага, еще и черепаха появилась. Ну, давай вызовем, наверное, для начала тигра. Корни вот сейчас выпустим. Вот таким вот образом, ребят. Бамс! Бомбежка такая пошла. Так, тыквоголовый, давай, выходи. Воу, ураг... Вот это, кстати, вовремя. Вот это очень даже вовремя. Ты видел тыквоголовый и выпустил снаряд оттуда? Этих так, как ураганчиком отнесло вдаль. Ну, неплохо, да? Такой радиус бы снаряда был. Вообще великолепно. Да, вот, кстати, смотрите, ребята, какой маленький дамаг наносим мы по всадикам на журавле. Очень маленький дамаг. То есть, есть юниты, которые довольно крепкие. И просто так их не пробить нашим тыквоголовым. Так, ну что тут у нас? Все, я думаю, ребята, приплыли они. Потому что мы уже возле базы. У нас там целая куча армии. У нас еще и ускорение летит. На-ка! Ну, расписываем базу. Нет, вот, надо вот, надо вот, как всегда, ребята, перед самой базой упасть этому сосунку и заплакать. Но, тем не менее, мы прошли все равно. Ничего им не спасло. Кто босс? Покажите мне босс. Богиня солнца, да? Значит, собственная персона у нас тут. Как мы будем с ней драться? Мы будем, наверное... Блин, я не знаю. Слушай, жнец, жнец, жнец. А тут вот же... Как же быть-то, а? Наверное, придется вот этот отряд брать. Вуджен, Ронин. Вот, бесят они меня. Серьезно, я тебе серьезно говорю. Вуджен, Ронин. Ну, с улиткой уже мы вроде бы можем с вами спокойно справляться, да? А раньше когда-то и она была проблема. Так, ну что, самураишка тут у нас вышел. Я попробую, ребят, 500 маны накопить. И ведьму-то я вряд ли, конечно, успею призвать. Но, тем не менее. Хотя... Нет, не успею. Не успею. И вон он, ребята, этот Вуджен. Давайте вызывать нашего прыгуна. Блин, прыгун перепрыгнул не там, где надо, к сожалению. Пока. Ну вот, началось. Посмотрите, смотри. И ульта моя в трубу, как говорится. Да, улетает? Да, естественно, ребята. Нет. Я его саданул все-таки на дорожку. Давай-ка сделаем заморозочку. Пускай они постоят тут, подумают. А я буду призывать в этот момент ведьму. Ой-ой-ой-ой. Я не успел, ребят. Совсем немножечко не успел. Как мы видим, богиня солнца уже тут как тут. Вылезла. Явилась. На свет. Ну. А у нее, кстати, очень мало здоровья. У-у-у. Я думаю, сейчас мы ее и шваркнем. Все. Адьюс. Богиня солнца. Одно название, е-мое. Ну, Ронин, выйдешь в истерике? Неужели? Неужели бежит? Эть! И, по-моему, он попал, да, по Буджену. Ладно, ребятушки. Все. Песенька спета этого чувачка. И мы с вами забираем наш ревард. Сундучок нефритовой империи. Что же нам тут выпадет? Так. Ну, то, что Теракоша, это хорошо. И, кстати, Сакура. 9 карточек на базу. И плюс голда. Ну что? Нежить. А что у нас там еще, ребят, остается? У нас будет вот нежить. Потом долина подданных. И захватчики. Все. И это все. Ладно. Поехали. Так, нежить нас встречает своим зомби и некро, да, здесь? Как раз подходящий, ребята, отрядик у меня именно для некро. Мы будем сейчас ее просто расстреливать. Так, ну, вначале нужно, конечно же, контролировать маленьких зомбарей, которые будут сейчас выходить. Сколько они там? 175, по-моему, стоит? Или 100 даже? Вот именно этих олухов. Так, а вот и, ребята, некро пожаловал. Поэтому надо нам срочно уже выпускать баллисту. Даже не думая ни о чем. Просто вот выпускать ее надо, и все. И все это дело надо будет, естественно, прикрывать. Прикрывать будет у меня вот этот вот голем. Так, спасибо за карточку. Очень щедро. Давай-ка фейербурчик, наверное, запустим. Ну, что могу сказать, ребят? Ну, тут изи. Когда баллиста выходит, да, и прикрыт нашими вот этими вот танкулями, тут даже к бабке не ходи. Будет разбор жесткий, бескомпромиссный. Давай еще одну баллисту призаймем. И все. Я считаю, что это называется изи катка. По-другому это не назвать. Так, ну что же, продолжаем. Это была у нас первая схваточка всего лишь, и мы переходим на вторую. У нас единственная, знаете, какая проблема, ребята? Это с отрядами. У нас, блин, энергии-то почему-то нету. Слушай, как ты думаешь, вот этот отряд сможет справиться? Не, вряд ли, да? Хотя... Хотя... Слушай, если нам, например, под... Ну-ка давай-ка, подожди, кое-что посмотрим. Во-первых, я хочу посмотреть, сколько мне осталось до нам... До нашего уровня, да? Энергия. Ну, еще хватает. Так, заберем здесь, наверное, с вами гемы, которые накопились. Так. И смотрите. Займусь вот я, например, прокачкой. Блин. Дорого, ничего, не спорю, ребят. Ну, афиг ли сделаешь? Так. 400 тысяч было, все потратил практически. А-а-а, да, у нас же еще... Блин, борода... Я не знаю, ребят. У нас же база. Самая-то главная база, не прокачанная. Ну, что это? Что это? Грубо говоря, 50 уровень, да? 49-й. Хм. Бородавочник. А что мы можем с вами, например, вместо бородавочника поставить? Что-нибудь такое прокачанное есть у нас или нет? Так, у нас есть зомби. Он 95-го уровня, да? Так. Блин, больше ничего и нет такого, да, получается? Актуального для нас нету? М-м-м. А, БФГ, ребят. Слушай, БФГ. Бля, давай возьмем БФГ. Попробуем. Была, не была. Была, ребята, не была. Я просто хочу протестить, сможем ли мы здесь вот этой командой разрулить этот вонючий отряд. Мне, конечно же, хотелось бы. Так, тут у нас чумная мышь есть, да? А не, не стоит, ребята, забывать. Так, давай вызовем. Ага. Все, я понял. Нам нужно срочно вызвать, ребята, ниндзю. Чтобы она уже бомбила чумную мышь и так далее. Эй, 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 эй. Завалили. Шикарно. Так. А что у нас тут? Ага, вот такая вот ульта. Я, правда, ни черта не понял, что она делает. Какие-то молнии, молнии. А что толк от этих молний? Да что там происходит? Я не помню. А кто? Что-то падают мои все. Не, ребят, ну, по-моему, нифига. Что-то как-то... Что-то происходит. Не, тут происходит, ребята, разлет полетов. Да, естественно, база у меня ватная, поэтому... Ну, я попытался, я хотя бы посмотрел, сможем ли мы здесь противостоять. Как видим, пока не можем, ребят. Пока не тянем мы эту катку. Единственное, кто у меня, наверное, может сейчас это... Это друидка здесь зарулить, скорее всего. Так. У нас... Да, ребята, у нас тут три энергии. Вполне, вполне нам зайдет. Поехали. Сейчас я этих охламонов буду здесь просто чикать. Одного за другим. Слушай, я думал, честно говоря, что жаба с молотом будет нормально держаться на ногах. Ну, как мы убедились с вами, ничего подобного. Ну! Давай, Палыч, отожги по полной. Да, Палыч. Отжигает, елки-палки, прям аж не могу, как отжигает. Ну, накрыли, наконец, медным тазом. Давай, иди сюда, чумнуха. Нечего там тебе выеживаться. Так, подожди, тут же у нас некра. Господи, я совсем забыл. Со своими этими черепунделями. Да-да-да-да-да. Что тогда нам надо делать? Нам нужно... Все, накрыли мы ее. Нам нужно вызывать просто нашу друидку, и все. И сказочке будет конец. Кто слушал, молодец. Погнали. Ну, тотемы, где твои тотемы? Выставляет она. Так. Давай-давай-давай-давай-давай. Так вот сделаем. Оп. Распилякали. Деньги, деньги отдайте мне. И вот, тотем на урон, ребята, ураганчик. В общем, сейчас выпадает все, что нам нужно. Кстати, кто-то спрашивал у меня из подписчиков, а что делает, например... Вот я не помню, либо зеленый, либо желтый. Я знаю, отталкивающий тотем. А вот остальной, что делать? Пока, честно говоря, даже сам не знаю. В описании, по-моему, тоже, да, не пишется, какой... Какая у него там ульта, или что делают у него там тотемы на друидке. Ведь не пишут же. Призывает элементарные тотемы, чтобы нанести урон врагу. И все. Может быть, ребята, в общей базе... Давай посмотрим. Может быть, там где-то написано. Потому что, ну... Не знаю. Что делают именно тотемы у нее? Так, шанс поражать несколько тотемов в одном вызове. Да, ребята, не написано, к сожалению, ничегошники. Про тотемы вообще ни слова, так что нам остается лишь только догадываться, что делает желтый или зеленый тотем. Один из них, я знаю, точно отталкивает врагов. А вот что делает другой, я не знаю. Красный, как мы знаем, наносит урон. Синий нас хиляет. Да, и все, ребят. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Радиоактивный зомби, собственные персоны. В такую рань встал. Это что-то. Ай, опять некро. Опять, ребята, некро. Некромантика. Ладно, давай, наверное, мы с вами... Черт, а что нам, друидка? Друидка нам пока... Друидка пока нам здесь не нужна. Ага, все, нормуль. Вот теперь уже ее можно будет призывать. Вот теперь, со спокойной, как говорится, душой. Сейчас взорвется. Ну, естественно, ребята, кто другой расклад ожидал, я не ожидал. Все так и должно было быть. Друидочка, давай, ставь, пожалуйста, тотемы. На урон желательно. На урон, прошу тебя. Где твои тотемы на урон? Нифига, ребят, не хотит она делать этого. Черепки тут эти всякие. Ага, вон тотем на урон стоит. И это уже хорошо. Блин, как этот радиоактивный зомби, ребята, да? Один взрыв и все. И весь отряд лежит, короче. Ладно, я не раскисаю. Вот хилищий тотем, вот классно. Правда, его что-то как-то уж больно быстро уничтожают. Да что такое-то, я не могу понять. В чем проблема-то? Откуда эти олухи-то берутся-то? Бесконечность, что ли? Так, опять сейчас взрыв. Опять тут полотряда снесет мне. Друидка, ты бы ставила где-то хилищий тотем. А, вон она, и сзади, и спереди. Отлично. Хотя бы здесь она догадалась. А то я думал, что-то ставит постоянно где-то сзади там. Ну. Ребят, 36 секунд все-таки. Надо проходить этот уровень. Есть. Уже другой разговор. Все. Так, переходим сюда. У нас как раз, по-моему, там... Подожди, ведь было же, по-моему, три энергии. Ну, одну потратил. Почему одна-то стала всего лишь? Чего мне тут мозги компонсировать? Хорош меня уже тут обманывать, а? Жуки навозные. Ладно, ребят, тут не поспоришь, как говорится, с игрой. Хоть ты головой об стенку бейся, все равно не переорешь. И ничего ей не докажешь. Ладно, будем с вами действовать наверняка. Тут еще призрак прибавляется, да? Вот эта вот мелкая сошка. Будет летать мне сейчас. Мозги компонсировать. Так, тихо ты. Чумная, успокойся. Ты же знаешь прекрасно, что я буду тебя сейчас именно паладином разбирать. Паладин же тебя просто сейчас метет. На лохмотье. Ну? Так, что-то как-то не то. Ну, еще, да, одна чумнуха. Господи, слишком много, ребят, чумнух для такой маленькой карты. Порвали мы ее. Так, ну что, друидочка, ты готова выйти, да? Погнали. Потому что тут уже как-то стремновато становится. Но. Дойдет, успеет хоть дойти-то. Или мы уже сами справимся? Да, ребят, мы справляемся, по-моему, сами. Дай-ка выпендрюсь, просто ураганчик не пущу. Ну что, отлично, ребят. Тут женеется 99. Подожди, женеется, у нас энергия-то есть? Да ладно. Что, серьезно, что ли? Ай, да почему так всегда происходит, а? Почему у нас, ребята, как только что-то самое интересное, или конец портала, или последний уровень с боссом, у нас заканчивается с вами энергия? Да. Ну что же, ничего не поделаешь. Придется, ребята, на этом закругляться. И мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в Tower Conquest. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok